приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана затмение солнца момент кармы и жизненных трансформаций что может поменяться судьбе с 8 апреля а также призываем везение сегодняшнем видео вы все узнаете 8 апреля по москве ожидается наступление солнечного затмения которое отразится практически на каждом из людей это период кармы от него зависит то как пройдет наши ближайшие полугодия но какая нужна подготовка к затмению и кому стоит быть начеку что несет с собой события затмение солнца это период включения кармических лодных узлов оно может повлечь за собой разные фатальные события порой нелегкие как для отдельной личности так и для планеты в целом люди могут получать свой бумеранг за все что заработали сейчас будут учитываться прошлые поступки и все заслуженное возвратится вдвойне сейчас мы как будто бы будем сдавать зачет перед экзаменатора вселенной она будет отслеживать как мы жили все эти шесть месяцев и выполняли ли свое предназначение а у каждого была задача своя это добыча денег на пропитание профессиональные успехи а кто-то должен был реализовывать себя в творческих делах или семейной жизни солнечные затмения сейчас подсветит ту область которая требует особого внимания и здесь могут случаться казусы не самого приятного характера именно потому любое затмение людьми воспринимается как нечто настораживающее то от чего можно ждать подвоха события 8 апреля может заложить у нас особую программу которая должна быть усвоена затмение открывает стремление креатива в мыслях она заставит многих отойти от шаблонов смотреть на ситуацию по другим углом выходя за рамки привычного потому не стоит бояться делать что-то не так как всегда менять восприятие а еще событие может индивидуально воздействовать на людей согласно их натальной карте из жизни вышедшие полугодия хорошо что это аксиома работает и обратным образом а значит то как человек проживет это затмение заложит сценарий жизни на грядущие 6 месяцев и именно наш выбор заложит базу событий сформирует будущее и определит ход судьбы мало обдуманные шаги в это время не приветствуется это лишь повлечет внутренние тревоги и разочарования любая крупная покупка может спровоцировать еще более крупную растрату средств а подписав важной бумаги в это время можно допустить документальной неточности однако если постараться пережить период уравновешенно и осознанно повода для волнения не возникнет во время затмений и несколько дней после него людям нужно быть внимательнее к своим состояниям повышается чувствительность а происходящее вокруг события могут восприниматься острие в пиковое время многих захватит упадочный настрой энергетика иссякнет замен этому людей может эмоционально лихорадить потому быть тяжело идти коммуникация сейчас может впустую растрачиваться внутренний ресурс что усложнит работу даже над самыми базовыми задачами в это время лучше расслабиться позволить себе выдохнуть и напитаться энергией спокойствия на ком отразится затмение сильнее всего событие произойдет в овне 19 градус а потому люди этого знака ощутят его во всей красе еще затмение пройдется по козерогам раком весам и многое будет даваться непросто остальным зодиакальным знаком можно не слишком напрягаться их это затронет меньшей степени и хоть и время будет довольно позитивным все же не нужно погружаться в разболтанное состояние иначе можно пропустить какой-то неожиданный негатив пиковая фаза затмения как ее прожить соблюдайте питьевой режим сделайте разгрузку займитесь очисткой пространства уберите все изжившие себя ненужные вещи контакты побудьте домашней спокойной обстановке не садитесь за руль уклоняйтесь от споров конфликтов пребывания скопления людей будьте на позитиве старайтесь не допускать эмоциональных всплесков подумайте о правильности своего пути своем месте в этой жизни какие качества вы хотели бы в себе развить чего избегать в это затмение не нужно принимать резких решений которые спонтанны и недостаточно обдуманы есть риск на эмоциях натворить такого что сложно будет исправить не приступайте к новым делам и важным проектом не подписывайте договора можно сожалеть о проделанном найти ошибки будут тянуться за вами шлейфом ближайшие шесть месяцев отложите шопинг чтобы обезопасить себя от импульсивных трат из-за повышенного травматизма не стоит планировать физическую активность нежелательно смотреть на солнце во время затмения по приметам этот дурной знак сулящий плохие события в судьбе хаос в делах и провоцирующий повышенную возбудимость у человека а еще также волшебство солнечного затмения практики на привлечении везения и богатства солнце вступает в фазу затмения еще древние люди опасались что такое явление вестник чего-то нехорошего несущего беду потому о темном солнце думали отрицательно но это не так наоборот нужно попытаться привлечь везение в такой день поскольку двадцать четвертом году затмение совпадает еще и с новолунием можно рассчитывать еще на лучший результат однако если есть желание заняться домашней магией важно понимать что здесь необходим правильный настрой вера своей силы и четкость постановки цели а сопровождается всем определенными заговорами которые в разы повысит вероятность на успех так например магнит для денег на солнечное затмение нужно взять крупную купюру в час затмения а конкретно 21 17 по москве положить на окно и оставить лежать там до следующих суток затем эту купюру просто убрать в отдельный кармашек кошелька и с этого момента считается талисманом который будет привлекать деньги и он действительно рабочий и это уже проверено чтобы денег прибыло эта практика поможет подправить финансовое положение нужно сделать следующее течение сегодня поставьте на окно стакан с водой расстоять он должен ровно сутки на следующий день эту воду нужно взять в руки и умыться но перед тем как умываться нужно просто проговорить свое желание финансового порядка и считается что все скоро разрешится в самом лучшем виде также призываем удачу в дни затмения очень хорошо планирует свои будущие важных жизненных вопросов если мечта уже четко вырисовалась в голове самое время подкрепить результат обрядом чтобы все сложилось как надо и без препон на пути нужно сделать следующее в день затмения нужно найти глубокую мисочку туда насыпать горсть сухого пшена если такой возможности нету то добавляем либо соль либо любую крупу то есть берите то что у вас есть то что возможно дальше в эту крупу либо в соль нужно поставить свечку зажгите ее после сосредоточьтесь на мечте выобразить ее уже исполнены далее скажите такие слова госпожа удачу услышь меня до везения увидеть как только солнце засветит солнышко в рост удача ко мне в прирост да будет так говорим три раза все как свеча ваша догорит обязательно ее просто агарочек выбросить а крупу или соль можно просто высыпать на землю и все и вот считается что как только солнце снова вернется свое нормальное состояние человеку начнет сопутствовать небывалые раньше удачи и его задумка быстрее тронется в рост